На территории трех районов расположена прибрежная зона. Это Ольхонский, Слюдянский и Иркутский район. И согласно действующему законодательству, любая деятельность на территории этих прибрежных территорий запрещена. Ну, в частности, вот в этом обращении идет речь о том, что невозможно и запрещено строительство социальных и жилых объектов на территории населенного пункта. Ну, как людям жить, если это же основа жизни, да, и жилье, и все, что связано с медициной, с образованием. Но парадокс, что по действующему закону это запрещено. Более того, даже уже построенные объекты сейчас находятся под вопросом их законности. В частности, прокуратура Иркутской области с марта месяца прошлого года выходит с исками о снесении ранее построенных объектов, которые, в том числе, иногда и построены законным образом. Вы получили землю, построили жилой дом, живете там, уже корни пустили, да, и тут приходит к вам государство и говорит, что, то есть, ну, вот, а теперь по закону это все незаконно. Конечно, это недопустимая ситуация с точки зрения интересов людей. На другой чаше лесов стоит вопрос защиты озера Байкала, в том числе с учетом интересов жизни людей, живущих там традиционно и давно. А сейчас по действующему закону там не то, что жить невозможно, там деятельность никакую нельзя вести. В частности, сейчас один из таких животрепещущих вопросов — это запрет ловли рыбы, омуля. По нашим данным, в этой сфере деятельности задействовано более 15 тысяч человек. И с выловом, и с переработкой, и с торговлей, завязанной в том числе на туристических потоках. И запрет сейчас этого вида деятельности, он, в общем-то, такую большую-большую социальную напряженность повлечет за собой. Ну, а ранее было запрещено действующим законодательством и любая производственная деятельность на берегах Байкала. Сельское хозяйство запрещено, запрещен выпуск скота, земледелие запрещено. Ну, как мы с вами вначале проговорили, строительство объектов, в том числе туристических, запрещено, а значит, туристическая деятельность вне закона. Рыбная ловля запрещена, производство запрещено, сельское хозяйство запрещено. Ну, по сути, людей с этих мест выдавливают. Конечно, это вопрос недопустимый, требует системного разрешения на всех уровнях. Нужна новая концепция Байкали. По нашему мнению, тот закон, который есть, он потерял свою актуальность, он еще в том веке принимался и носил больше характер охраны. Он не учитывал вопросы развития территории и жизнедеятельности у людей. Поэтому требуется новая концепция, новый закон, но эта работа не быстрая. Другой уровень решения проблемы как раз связан с тем, что нужно сейчас локализовывать и купировать те нормативные акты, которые негативно отражаются на жизни людей. В частности, правительство Аркутской области сейчас выходит с инициативой об отмене вот этих вот норм, которые запрещают строительство жилых и социальных объектов в населенных пунктах, в природных территориях. Это, безусловно, сейчас нужно делать, и мы к этой работе тоже подключены. Пожарные меры, которые нужно предпринимать, это не допускать прямо сейчас ущерба для людей. Если вопрос касается рыбы, то мы сейчас бьем в колокола и пытаемся доказать и медсельхозу, и, возможно, будем входить и на правительство Российской Федерации, и на президента с предложением о моратории, об отложении этого запрета на голову ум или еще на год, для того, чтобы скомпенсировать тот негативный эффект местных жителям, который, по нашему мнению, очевидно, будет нанесен. То, что касается сноса жилых и иных объектов, которые сейчас стали вне закона, тут, по нашему мнению, тоже нужно этот вопрос сейчас остановить. Редактор субтитров А.Семкин